Информационное агентство Хакасия продолжает цикл небольших интервью с руководителями главных политических сил республики. Мы будем разговаривать о завершающемся, естественно, номинально политическом сезоне Хакасии 2019 и первой половины 2020 годов. У нас в гостях Михаил Молчанов, координатор либерально-демократической партии России по республике Хакасия. Здравствуйте, Михаил Александрович. Добрый-добрый день. Точнее, доброе утро. Хорошо, давайте сразу же начнем работать. Оцените, пожалуйста, прошедший политический сезон, который стартовал в сентябре прошлого года и завершается сейчас, естественно, во время сессии Верховного Совета Хакасии, назначенной на 8 июля. Чем он вам запомнился, как вы его можете оценить? Прошу вас. Ну, безусловно, этот политический сезон был весьма насыщенный по сравнению с предыдущими. И это приятно радует. Все-таки у нас в республике по аналитике прошлых лет довольно-таки такой существенный процент застоя. И сегодня, вот, к примеру, такие с какой-то стороны скандальные ситуации в том же Верховном Совете Республики, в том же правительстве Республики Хакасия, говорят о том, что ситуация сегодня меняется. Сегодня появляются новые видения, новые требования со стороны жителей Республики Хакасия, которые, собственно, звучат в Верховном Совете от наших депутатов и в правительстве, да, при тех же совместных взаимодействиях, работах нашей фракции ЛДПР, в частности, да, если говорить о ней, с действующим главой республики. Примеров огромное количество, то есть, я думаю, по ходу где-то я вам еще о каких-то частных случаях расскажу. Правительство Хакасии, как оно работало в этом политическом сезоне? Дайте ему какую-нибудь оценку, ну, естественно, не как какой-нибудь школьный учитель, а как человек, разбирающийся в политике и, собственно, ее нюансах. Справилось ли оно с поставленными перед ним задачами? Ну, здесь можно оценивать деятельность правительства по-разному. Можно смотреть с точки зрения сравнения с предыдущим полугодием, да, безусловно, определенный темп наращивается, то есть, качество как бы работы существенно возрастает и эффективность тоже возрастает. С другой стороны, если оценивать по степени результативности, то здесь, безусловно, существенное количество промашек все же есть и недоработок тоже. Мы, как парламентская партия, да, через наших депутатов, которые сегодня единственные, то есть, сегодня в правительстве наших людей нету, и диалог сегодня с главой республики, с правительством мы ведем через наш депутатский корпус в Верховном Совете Республики Хакасия, и, собственно, через них мы выстраиваем вот эти взаимоотношения и доводим те требования, те пробелы, которые мы видим в работе правительства, вносим свои коррективы, предложения, и, что приятно радует, все-таки действующее правительство слышит наши позиции, реагирует на них. Не всегда это доходит до логического завершения, но, тем не менее, реакция и попытки реализовать, да, те или иные требования, она все-таки, ну, происходит. Парламент Хакасии, как он работал в прошлом году и в этом году, я знаю, что у вас, господин Молчанов, сложились весьма непростые взаимоотношения с руководством аппарата Верховного Совета Хакасии, было несколько скандальных, скажем так, ситуаций. Тем не менее, нам хочется знать, каковы сейчас ваши взаимоотношения с руководством аппарата парламента и как, собственно, отработал парламент, ну, за, естественно, за вычетом юбской сессии. Сразу же скажу, мне на память только пока приходит вопрос об изменении регламента, где фракция ЛДПР сказала свою существенную роль. Извините, что я так многословен, теперь ваше слово. Здесь, безусловно, сказать можно тоже очень много. Я думаю, не всем интересно рассказывать о каких-то личностях, там, взаимоотношениях Молчанова, аппарата Верховного Совета. Все-таки я с ним взаимодействую не напрямую, с ним больше ведет работу все-таки наш депутатский корпус. Я хотел бы просто подвести итог, что является причиной, да, такого рода возникновения конфликтных ситуаций, да, и как сейчас, во что это преобразовывается и, собственно, как это будет, на мой взгляд, выглядеть далее. Значит, ситуация очень простая. Ряд конфликтных ситуаций вызван как раз-таки рядом некомпетенций, да, которые были нами выявлены как раз-таки в работе аппарата Верховного Совета. Собственно, эти претензии мы в своем конструктивном русле высказываем аппарату для того, чтобы, ну, каким-то образом они себя, ну, меняли подходы, да, то есть ввели более эффективную работу. И, к сожалению, скажем так, всегда итогом, не все воспринимают критику адекватно. И отсюда, собственно, у нас и возникают вот эти самые конфликты, скандалы, когда руководители у там парламентской партии в регионе просто-напросто закрывают вход в здание правительства. Ну, это просто смешно, это вот как бы показатель каких-то таких личных, да, амбиций, может быть каких-то личных позиций, которые, на мой взгляд, в работе в целом парламента просто-напросто неуместны. Это и существенно тормозит его работу. Если говорить о одной из тем, которые вы затронули, связанную с регламентом Верховного Совета. Безусловно, это громкое событие, но, казалось бы, это внутренний рабочий документ, который как бы организует, просто говорит о некоем порядке работы внутри парламента. Но его широкое освещение говорит о том, что все-таки вот изменения, которые были внесены, а суть их заключалась в том, что, собственно, сейчас снимать с должностей, заменять руководителей комиссии комитетов, первого заместителя, ой, заместителя председателя Верховного Совета и самого председателя Верховного Совета предоставляется возможным, точно по такому же принципу, как они и назначались на эти должности. Ранее это было просто-напросто невозможно. Это сподвигло, все-таки сподвигает к некой активности наших депутатов, которые сегодня занимают эти должности. Однако мы столкнулись с определенным сопротивлением в лице и председателя Верховного Совета, и, соответственно, всех тех, кто занимает должности руководителей. Безусловно, они, я так сказал бы, в своем большинстве, не все, засели на свои места, крепко держатся за свои стулья, просто-напросто забывают зачастую о том, что необходимо все-таки там работать. И сегодня появляется возможность депутатов Верховного Совета проанализировать, действительно, насколько эффективно сегодня исполняют обязанности конкретные должностные лица. И если они с этим не справляются, просто-напросто менять их. Это существенно повысит сегодня эффективность Верховного Совета. Мы уже высказали несколько позиций в отношении конкретных лиц. Примерами является главное руководящее звено в парламенте Верховного Совета, это должность председателя, то есть ее занимает сегодня Владимир Николаевич Штегаш. Вот наша фракция, ЛДПР и партия в целом, убеждена в том, что сегодня Владимир Николаевич, я не умиляю его заслуг в целом за долгий период его работы, все-таки он многое сделал для нашей республики, это безусловно так, но политический вот этот созыв последние два года деятельности Владимира Николаевича показали, что все-таки он выработал весь свой положительный потенциал. И сегодня просто необходимо произвести ротацию, сменить председателя Верховного Совета, чтобы он просто-напросто перезагрузился и начал работать по-другому, более эффективно. Вот такие цели сегодня стоят перед нами, и ЛДПР все-таки доведет именно этот вопрос, в частности, до логического завершения. Можно ли в таком случае говорить о том, что 8 июля на последней сессии парламента мы, как журналисты, увидим что-нибудь интересное для всех нас? Я думаю, необходимо дождаться 8 июля, и вы сами все увидите. Я не говорю о том, что вопросы решаются одночасно, потому что мы понимаем, что сегодня ни у одной из парламентских партий нет большинства, и нам необходимо все-таки достигнуть это взаимопонимание с другими фракциями, чтобы подобного рода решения были приняты. Но тот факт, что поправки в регламент уже внесены, и они поддержаны большинством, говорят о том, что эти изменения в ближайшем будущем все-таки произойдут. Идем дальше. Естественно, парламент уходит на парламентские каникулы, но политическая жизнь в Хакасии продолжается, и, как говорится, бьет ключом, да все по голове. Впереди у нас июль и август, впереди у нас выбранная кампания, очень много разногласных должностей, депутатов, 840, по-моему, депутатских и управленческих мест во всей Хакасии. Но главные выборы – это выборы Совета депутатов Арскийского района республики, и самое главное – выборы мэра Черногорска. Что вы можете сказать по этому поводу? Есть ли у вас какие-то определенные кандидатуры? Когда все это мы увидим и услышим в начинающемся политическом сезоне 2020-2021 годов? Ну, здесь бы я хотел поправить. Все выборы главные, они все важные, потому что все-таки на территории всей республики Хакасии живут наши граждане, где, собственно, необходимо избрать сегодня их представителей в лице депутатов и, собственно, руководителей в лице глав. Да, наиболее такие интересные выборы все-таки по уровню выборов – это Аскизский район, совет депутатов, и глава города Черногорска. Но изначально хотел бы рассказать об общей ситуации, которая у нас вообще в целом сегодня в республике сложилась. Суть в том, что за долгий период правления, скажем так, партии власти, ну, я имею в виду сегодня Единую Россию, и некой за последний период не особо активной работе партии КПРФ, да, у нас в территории сформировалось некое такое апатичное состояние в целом, да, у населения. Жители, то есть нашей республики, не готовы реализовывать сегодня свое пассивное избирательное право. То есть граждане не хотят принимать участие в качестве кандидатов, да, на должности депутатов и глав у нас в республике. Это связано с тем, что люди полностью разочарованы во власти в целом, во всех властных структурах. И каким-то образом вмешиваться и на ситуацию, которая сегодня в республике сложилась, они просто считают нецелесообразным. Собственно, партия ЛДПР настроена на это следующим образом. Мы находим на территории всей республики Хакасия как раз-таки тех людей, тех граждан, которые еще сегодня являются неравнодушными, которые заинтересованы и не потеряли надежду в то, что ситуацию все-таки можно изменить в лучшую сторону. У нас не такое огромное количество кандидатов. Но по именно проведенной работе я утверждаю, что наши кандидаты это лучшие кандидаты, они самые заинтересованные. Сегодня, допустим, в лице наших кандидатов очень много ребят, которые, к примеру, проживают в городе Абакане. И, приходя в ЛДПР, говорят, дайте нам возможность выдвинуться в каком-нибудь отдаленном населенном пункте сельском. Мы бы хотели приехать туда и со своим видением, со своим новым взглядом, интересом реализовать ряд проектов, поднять просто-напросто конкретно какой-то населенный пункт, проявить себя, собственно. Это сегодня очень необходимо. Новый взгляд, новое вот это веяние. То же самое сегодня касается и Черногорска. Ведь мы понимаем, что Черногорск это особая территория с колоссальным количеством проблем. Колоссальным просто. Его нельзя сравнивать с городом Абаканом соседним. И достаточно вспомнить ситуацию предыдущего года с аварией, которая произошла. И это систематически. Сегодня мы понимаем, что глава города Черногорска, это должен быть человек с особым уровнем компетенции. То есть человек, который... Сегодня недостаточно для того, чтобы решить проблему Черногорска, довольствоваться связями Черногорск-Республика Хакасия. Сегодня для того, чтобы это перешагнуть, чтобы город начал развиваться, необходимо коммуникацию другого уровня. То есть Черногорск, федеральный центр, да, Черногорск, другие субъекты Российской Федерации, да, в лице конкретных, да, 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 не только, не только. Мы можем взаимодействовать и с огромным количеством городов, не только Сибирского федерального округа, да. Дальше. Сегодня, анализируя эту ситуацию, ЛДПР выдвинуло своего кандидата, который сегодня единственный из всех предложенных кандидатов на эту должность в состоянии это реализовать. Это Харрисов Константин Нурфоязович. Он многим жителям республики знаком как заместитель главы нашей республики. Сегодня не все знают, но та ситуация, которая была в прошлом году в Черногорске, авария, о которой мы говорили, была устранена за счет прихода СГК, Сибирской генерирующей компании. И не все знают, что этими сложными переговорами, и что именно Константин Харрисов привел СГК и устранил вот эту вот ситуацию в Черногорске. И, собственно, это его заслуга. И такого рода мероприятий на улучшение жизни жителей Черногорска уже в программе нашего кандидата есть. Она проработана, позже он будет знакомить с ней своих граждан. И все-таки мы понимаем, что убеждены абсолютно, что самый правильный сегодня вариант человека, который действительно погружен в проблематику Черногорска, от человека, который умудрен колоссальным опытом, которым не обладают другие кандидаты, сегодня идет партия ЛДПР, и он готов и реализует все вот эти планы. Официально, господин Харрисов, уже каким-то образом проведен через какие-то решения Президиума, ХРОП? Сегодня все решения у нас будут официальные, закреплены внеочередной отчетно-выборной конференции, которая предварительно у нас назначена на 5 июля. Собственно, после чего наши кандидаты, все кандидаты по всей республике подадут свои документы и, собственно, войдут в полноценную избирательную кампанию. И вот сегодня мы столкнулись с чем, если говорить про Черногорск? С тем, что наши оппоненты оценивают существенную такую политическую нашу активность и выстроили определенную уже работу против нас. И сегодня, к великому сожалению, не все учитывают и ставят в приоритете все-таки решение проблем Черногорска. Кому-то гораздо важнее все-таки политические амбиции, чтобы там был представитель именно той или иной политической силы. И ввиду этого сегодня уже на нашего кандидата выливается огромное количество грязи, лживой информации, которая будет, безусловно, еще огромное-огромное количество. Но мы рассчитываем все-таки и убеждены в том, что наш избиратель сегодня очень умный, действительно. И он уже научился отсеивать вот эту вот лживую информацию. И все-таки 13 сентября примет правильное решение не только в городе Черногорске, но и на территории всей нашей республики. Численность ЛДПР в Хакасии в этом политическом сезоне. Сколько человек вступили в вашу партию и сколько положили под билет на стол? Можете сейчас сказать? Здесь конкретной цифры я, конечно, озвучить не могу. Это связано с тем, что ежедневно в нашу партию вступает огромное количество человек. Я не совру вам, если скажу, что за последние три месяца вступило порядка 150 человек в партию. Мандаты, ой, мандаты имеются в виду, партийные билеты. Люди сдавали только, буквально два партийных билета было сдано. Но это связано было с тем, что ребята поступали на должности правоохранительные органы. И, собственно, это требует сама процедура. При всем при этом, по каким-то своим личным убеждениям, из партии у нас не выходили. Это тоже о многом говорит. И вот, собственно, вот так коротко. Я вас понял. Последний вопрос, мы завершаем нашу беседу. Голосование по потраткам в Конституцию. Что вы кратко можете сказать по этому поводу? Голосовали ли вы лично? Если не секрет, то каким образом? Прошу вас. Голосовать сегодня, сегодня проголосую, обязательно схожу, 55-й избирательный участок у меня, собственно, выскажу свою позицию. Здесь, в целом, могу сказать о Конституции следующее. Мы понимаем и убеждены в том, ЛДПР требовал на федеральном уровне, чтобы все-таки голосование по каждой поправке были в отдельности. У нас есть те поправки, с которыми ЛДПР в целом не согласны. Там, лично я, да, то есть не отделяя себя от партии. Да, действительно, это было бы верно. Сегодня ситуация технически такой возможности не предоставляет. То есть поправок настолько много, что голосовать в отдельности, возможно, не предоставляется. Все-таки проанализировав картину в целом, видно, что нет тех поправок, которые были направлены на ухудшение жизни наших граждан. Все они каким-то образом в той или иной степени влияют в целом на улучшение. И там есть ряд поправок, которые предложены партией ЛДПР. Они звучали в нашей программе еще с начала 90-х. И вот сегодня все-таки они вошли в этот перечень. И исходя из вот этого общего вывода, все-таки мы будем голосовать за поправки в Конституцию. И при всем при этом призываем всех граждан не отсиживаться дома. Все-таки необходимо идти высказывать свою позицию, какой бы она ни была. Либо за, либо против. Но главное прийти и высказаться. В гостях информационного агентства Хакасия был координатор ЛДПР по нашей республике Михаил Молчанов. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.